Порода, допустим, меня интересует, молочная порода, значит, мы сейчас находим, вот Голштинская интересует. Так по каждой породе, по любому виду животных, по овцам, по свиньям, по козам. На этом сайте себе найти можно даже лисицу, если вдруг решили разводить животное в промышленных масштабах. Несколько кликов компьютерной мышью и перед глазами все возможные предложения по запросу. Электронная торговая площадка племенными животными для консервативной сельскохозяйственной отрасли – настоящий технологический прорыв. Ведь купить породистую овцу или корову самостоятельно, небольшому фермерскому хозяйству или крестьянину не так легко, говорят разработчики ресурса. А то, что та же самая племенная корова в хозяйстве нужна, сомнений нет. Допустим, если галчинская порода удой, там, животных, там, и 8, и 9, и 12, там, и обыкновенная порода, которая местная, будем говорить, которая, там, беспородная, дает где-то, ну, 2-3 тысячи. Ресурс работает на базе сайта Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультативного центра. В сети торговая площадка меньше месяца, но во внутренней базе данных уже 9 тысяч племенных животных со всей подноготной – от кличек до родственников породистой скотины вплоть до четвертого коленя. После выбора нужного экземпляра специалисты помогут в оформлении документов, если надо, осмотрят животное. Кто предупрежден, тот вооружен. Особенно актуально это в битве за импортозамещение. Об этом недавно на заседании Аграрного совета говорил Вениамин Кондратьев. По мнению главы региона, сейчас информационная поддержка и консультации крестьян нужны как никогда. Ведь человек, который увлечен надоями или урожайностью с гектара, не всегда разбирается во всех бюрократических тонкостях и юридических нюансах. Из-за чего многие просто проходят мимо господдержки в сельском хозяйстве. Те, кто сегодня держит личное подсцепное хозяйство, им в большей степени нужны эти знания. Потому что они делают шаги эти на свой собственный страх и риск. Но они даже делают их уверенно. Выезжайте в поселение, консультируйте фермеров, делайте выездные конференции, дни поля. Но работа с реальными селянами, реальными, должна быть реальной. Потому что эти люди, они не простят левой консультации и каких-то формальных слов. Им форма не нужна, им по содержанию. Им можно без белых скатерти. Но по существу они должны понимать, что им делать. То, что от достоверной и своевременно полученной информации есть прямой экономический эффект, говорят и в сельскохозяйственном информационно-консультативном центре. По итогам первого полугодия оформлено пакетов документов на получение субсидий в сумме 137 миллионов рублей для сельскохозяйственного производителя нашего края. В продолжение темы информационной поддержки крестьян, которую задал Кондратьев, в учреждении готовится запустить новый проект – Центр по мониторингу качества кормов. Площадка также будет работать и в интернете. Через нее фермеры могут узнать, в какие лаборатории лучше обращаться, чем кормить животных и даже получить индивидуальную программу питания для стада. Из этой системы вместе с торговой площадкой племенными животными и онлайн-консультациями разработчики хотят сделать что-то похожее на социальную сеть для фермеров. И 70 тысяч уникальных пользователей сайта явно вдохновляют их на это. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Кубань-24.